Друзья, приветствую вас на портале обучения и саморазвития. Давайте сегодня поговорим о самых маленьких породах собак для небольшого дома или квартиры. Более того, мы подготовили целый топ 18 пород из большого разнообразия всего собачьего мира и расскажем какую же из них лучше выбрать именно в вашем случае и почему. Ведь при современном разнообразии пород собак выбрать себе четверногого друга не составит особых проблем. Живете ли вы в собственном доме, средней квартире или даже малюсенькой коммуналке, ваше желание завести собаку в квартире в принципе всегда можно осуществить. Другое дело, что оптимальная порода собак для заведения в разных условиях может очень сильно отличаться. Например, для большого дома подойдет одна собака, а вот для маленькой коммунальной квартиры совершенно другая. Поэтому сегодня мы расскажем достаточно подробно о наиболее популярных и интересных породах собак для содержания в квартире. А также не забывайте, что общую информацию о том, какие собаки для заведения в квартире подходят, а какие не очень и почему, мы уже обсуждали в прошлый раз. А сегодня, соответственно, мы продолжаем говорить конкретно о том, как выбрать себе самую маленькую собачку идеальной породы для небольшой городской квартирки. Ну и еще, плохих пород собак вообще не бывает, поэтому все они заслуживают вашего внимания. Из-за этого наш топ сегодня будет не от самой неудачной собачки к самой идеальной, а скорее от более маленьких собачек и постепенно будем двигаться все дальше к породам побольше и посерьезнее. Ну а ознакомившись со всеми существующими вариантами, вы сами сможете выбрать из всего этого разнообразия интересных для вас пород, самую идеальную для себя, тем более, что мы еще и в следующих видео будем говорить и о других собачках побольше. Поэтому присаживайтесь, готовьтесь слушать и выбирать внимательно, так как от этого может, а скорее всего и будет зависеть еще множество чудесных моментов с вашим новым домашним животным. Ну а мы начинаем. Самые маленькие породы собак для городской квартиры. Итак, чихуахуа практически самая маленькая порода домашних собак. Ее рост составляет всего 22-24 сантиметра, при этом она довольно активно, своенравно, упрямо, но беззлобно и достаточно уравновешенно. А еще чихуахуа обладает необыкновенной храбростью и не пасует даже перед очень крупными собаками других пород. Хотя в бой, конечно же, эту собаку лучше не пускать. Сами понимаете почему. Хотя она и с храбрым сердцем, но слишком уж она миниатюрная. А еще эта порода нуждается в практически ежедневной очистке глаз и уходе за когтями. Также надо знать, что существуют различные окрасы, длинношерстные и короткошерстные разновидности данной породы. Японский хин. Еще одна очень дружелюбная и послушная собака, а также одна из самых мелких пород собак, подходящих для квартиры, ростом около 30 сантиметров. Зато вы легко поладите с ним, даже если раньше еще не держали у себя собаку. Несмотря на свое изысканное происхождение, японский хин не капризен и прост в уходе, почти не лает и обладает высоким интеллектом и чуткостью. Очень чистоплотен, его длинная шерстка не спутывается. Однако летом этот малыш может сильно страдать из-за жары, а зимой от холода. Тойтерьер. Собачка крошечная, но наделенная от природы большим чувством собственного достоинства и отвагой, недоверчива с посторонними и безоговорочно предана хозяину. А что еще нужно от идеальной собаки в своей квартире? Вы можете выбрать щенка русской или английской, гладкошерстной или длинношерстной породы. Небольшие породы собак для квартиры. Китайская хохлатая собачка еще одна миролюбивая и небольшая порода собак для квартиры. Изящная собачка, похожая на лошадку, около 35 сантиметров в холке, обладает врожденными хорошими манерами, спокойным характером, чувством юмора, похожей на человеческую мимикой и артистическими способностями. Разновидности этой породы паудер-пуф с длинной шерстью по всему телу, голая и пони. Собака нуждается в ежедневном вычесывании, частом купании, защите от холода зимой и очень любит ласку. Мопс. Любимец китайских императоров средневековья. Этих собак к месту охоты с почестями приносили на специальных паланкинах. Мопс очень добродушен, он подружится и с другими вашими питомцами, а своих хозяев и особенно их детей будет просто обожать. Уязвимое место мопса – это роговица и дыхательная система. Также он склонен к переохлаждению, довольно привередлив в еде, сильно скучает в одиночестве, а ночью громко храпит, что иногда делает его неидеальной собакой для маленького дома. Самая маленькая охотничья собака. Такса. Охотничья порода собак. Бдительная, отважная, бесстрашная и любознательная. Обладает забавной внешностью, чувством юмора и высоким интеллектом. Ей присуща определенная злобность к чужим. Учтите это, если вы живете в коммунальной квартире. Таксу нельзя перекармливать и заставлять прыгать, а также позволять ей ходить по лестницам. Все это отрицательно влияет на ее позвоночник. Выгуливать таксу в ненастную погоду лучше в специальном комбинезоне, так как эта собака очень любит играть в разведчика. Порода насчитывает 9 разновидностей по размеру и длине шерсти. Породы собак маленького размера. Пекинес. Декоративная собака с комичной мордочкой и походкой. И неожиданно гордым и сильным характером. Храбростью этот песик может помериться со львом. Поэтому к дрессировке пекинеса следует подходить очень ответственно. Нежелательно заводить пекинеса в семье, где есть другие животные или маленькие дети, потому что эта собака ревнива и не терпит обращения с собой, как с игрушкой. Есть легенда, что эту породу вывели для императоров. Поэтому и отношение к себе пекинес требует соответствующего, несмотря на то, что сама порода этих собак маленького размера. Особого внимания при уходе требуют глаза пекинеса, подушечки лап и шерстка на ушах. В рационе пекинеса не должно быть молока, хлеба, жирных и копченых продуктов. При выборе щенка имейте в виду, что существует только один вид пекинесов. Пекинес. Самые маленькие породы служебных собак. Карликовый пинчер. Представитель породы служебных собак маленького размера. Несмотря на невысокий рост, около 30 сантиметров, пинчер храбрый и верный компаньон. Очень сообразителен и до старости обладает способностью к обучению и очень любит играть. Карликовый пинчер нуждается в таком же волевом хозяине, как и он сам. Недолюбливает чужих, склонен к чрезмерному лаю и, как ни странно, лучше относится к кошкам, чем к другим собакам. Плохо переносит жару, имеет предрасположенность к глазным заболеваниям, диабету, МКБ и эпилепсии. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Самые популярные маленькие породы собак. Йоркширский терьер – одна из самых популярных маленьких пород собак для квартиры. Это легко обучаемая собачка с деликатным характером, но ее содержание требует от хозяина настойчивости, а также активного образа жизни. Йорк станет хорошим другом ребенку от 9 лет. Шерсть этой собаки не вызывает аллергии, но требует тщательного ухода и своевременной стрижки. Купать Йорка нужно раз в неделю. И с Йорком нужно обращаться аккуратно. Это очень хрупкое животное. Баллонка. Типичная комнатная порода маленьких собак. Она миролюбива, дружелюбна, очень привязана к хозяину и не любит оставаться одна. Баллонка идеальна для семей с детьми. Она чистоплотна и не линяет. Любит вычесывание. Купать баллонку можно раз в месяц. Мясо и рыбу баллонки можно давать только вареными и мелко нарезанными. Есть несколько видов баллонок. Мальтийская баллонка, бишон-фрезе, баланьез, гавайский бишон и русская цветная баллонка с окрасом шерсти от палевого до черного. Маленькие породы собак для ребенка. Басенджи. Мускулистая, крепкая и энергичная собака до 45 сантиметров в холке. Это очень древняя охотничья порода с африканского континента. Басенджи никогда не лает, может только ворчать, фыркать, хихикать, вздыхать и даже подвывать. Эта порода собак для квартиры хороша также своей необыкновенной опрятностью. Басенджи чистоплотна, сама вылизывает свою блестящую шерстку, как это делают кошки. Не линяет, не пахнет, не вытирает после еды свою мордочку куда попало. Очень любит детей, покладисто, любопытно, шаловливо и сообразительно. Имеет молниеносную реакцию, обладает изобретательным характером, высоким интеллектом и чувством юмора. Поэтому Басенджи может быть одной из идеальных пород маленьких собак для ребенка. Пудель – одна из самых умных и легко управляемых собак. Любит находиться в центре внимания человека. Пудель очень послушен, его можно доверить ребенку от 7 лет. Пудель не вызывает аллергии, не линяет и не пахнет. Спокойно относится к посторонним, уживается с другими домашними животными, но не рекомендуется заводить пуделя домоседом и занятым людям. Бигль – гончая порода, выведенная древними римлянами. Обладает живым и веселым характером, смелостью, дружелюбием, решительностью и мелодичным звонким лаем. Очень любит детей и часто выбирает своим авторитетом в семье именно ребенка. Что также подходит для роли идеальной маленькой собаки для ребенка. С трудом уживается с кошками и мелкими зверьками, а с другими собаками дружит. Нуждается в больших физических нагрузках, при малоподвижном образе жизни начинает болеть. Самые ласковые породы домашних собак. Шицу – одна из самых ласковых и добрых пород небольших собак для квартиры. Своеобразный домашний психолог. Установит хорошее отношение с другими вашими питомцами и станет добрым другом для детей. Длинная красивая шерстка шицу нуждается в ежедневном вычесывании. Собаку необходимо часто купать и тщательно высушивать, иначе она будет иметь жалкий вид. Особого внимания требуют ушки этой собаки. Периодически придется выстригать шерсть в них, чтобы она не свалялась и не привела к воспалению. Джек Рассел Терьер. Эта неугомонная, сообразительная небольшая собака подходит любителям активного образа жизни. В процессе дрессировки необходимо проявлять терпение, настойчивость и разнообразие задач. Джек Рассел Терьер плохо уживается с другими животными и нуждается в частом вычесывании, а вот купать его следует редко. Лучшие породы маленьких собак для дома. Коккер Спаниель. Наверное, лучшая порода маленькой собаки для дома и квартиры. Обладает интуицией, энергией, уравновешенностью и чувством такта. Собака этой породы подойдет и для большой семьи, и для одинокого человека. Как и все длинношерстные породы собак, Коккер нуждается в уходе за шерстью и довольно частом купании. Грифон. Эта небольшая собака внешне напоминает домового из детских сказок. Большая лохматая голова, курносый носик, выдающаяся нижняя челюсть и забавная бородка. Эта собака очень любит внимание и ласку, и важно знать меру, чтобы не избаловать питомца. Бельгийский грифон более ласков по сравнению с брюссельским, но и тот и другой вид нуждаются в хорошей дрессировке и социализации. Грифон сильно привязан к хозяину и недоверчив к посторонним. Французский бульдог. Несмотря на довольно суровую внешность, характер у этой собачки очень ласковый. На самом деле французский бульдог очень любит детей и игры с ними, хотя, конечно, эта собака при этом и хозяина вполне готова защищать беззаветно, не думая о том, насколько крупнее противник. Поэтому французский бульдог это почти идеальная маленькая собака для квартиры. Кроме того, он может обходиться недолгими выгулами в течение дня, но, конечно же, будет рад и длительным прогулкам с любимым хозяином. У французика, как его нередко ласково называют хозяева, всего один недостаток. Из-за особенностей строения мордочки он довольно громко храпит. Ну и складки на его мордочке время от времени очень желательно смазывать цинковой мазью. А на этом, друзья, мы немного приостановим наш немного затянувшийся рассказ о самых интересных маленьких породах собак для квартиры или небольшого дома. И в следующей части видео мы перейдем к средним и более крупным популярным породам собак, подходящих для содержания в квартире, а также вы можете отдельно ознакомиться с нашими рекомендациями о том, как понять, каких собак можно заводить в квартире именно вам. Или же с видео о том, какую собаку лучше завести в семьях с маленьким ребенком. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok